Ребята, бодрые репортажи наших корреспондентов несколько не соответствуют действительности. Всем привет! Дела у российских оккупантов настолько плохи, а потери столь велики, что даже их пропаганда понемногу начинает признавать реальность и рассказывать правду. Если поначалу они постоянно постили такие бравурные шапкозакидательские сообщения в стиле Киев за три дня, то теперь тон их постов и комментариев как-то разительно поменялся. Например, на днях известный военный корреспондент донецких боевиков Геннадий Дубовой, о котором я уже упоминал в своих предыдущих видео, дал интервью, в котором откровенно признался, что российская пропаганда врет об успехах в Мариуполе и на самом деле дела для россиян там обстоят достаточно плачевно. Мы продвигаемся, но продвигаемся гораздо медленнее, чем о том репортуют Сюмы Беговы и остальные. Не убирайте это, пожалуйста. Я не знаю, на сколько процентов контролируется город, явно не на 80. Бойцы, когда смотрят репортажи федеральных каналов, местных СМИ, они просто смеются. Говорят, ребята, вот им не стыдно, вот они приезжают, зачем они все делают? Это не постановка, но это такая перетасовка кадров. Также Дубовой рассказал, что у боевиков большие проблемы с экипировкой и оружием. Столько лет их пропаганда лгала, что они обеспечены всем необходимым. И вот выяснилось, что на самом деле все как обычно печально. Все разворовали и показали красивую лживую картинку. Что касается обеспечения, все тоже не очень хорошо. Чем занималось наше военное ведомство в 8 лет, бойцы спрашивают, неведомо. При этом Дубовой признал, что украинские бойцы экипированы и вооружены куда лучше. И это не какая-то украинская пропаганда, это не выдумки Арестовича. Это все признает наш противник. У нас экипируется, есть базовый набор одежды, дальше экипировка. Бронники, разгрузки, все прочее. Мы не знаем где это. Каждый экипируется как сможет. За свой счет. Как оснащены азовцы. Что? Как оснащены азовцы. По полной программе. У них тепловизоры, у них американские снайперские винтовки. У них есть все. Они нас видят гораздо лучше. И дальше, чем у них безупречная радиосвязь и система глушения. А дальше в этом интервью звучит ключевая мысль. Дубовой рассказывает, что россияне планируют захватить металлургический комбинат Азовсталь. И по его словам, для того, чтобы это сделать, придется фактически разнести его ракетами кинжал. То есть Дубовой открыто анонсирует уничтожение промышленного потенциала Мариуполя и фактически полное уничтожение города, от которого на самом деле и сейчас уже мало что осталось. Азовсталь укреплена так, что я не знаю, какие силы нужны для того, чтобы их штурмовать. Там, не знаю, бойцы говорят, там тысячи кинжалов надо для того, чтобы что-то сделать с этой Азовсталью. Если просто так идти, вот как мы идем, это будут потери, потери и потери. И если вы думаете, что это просто какой-то отдельно взятый, дубовой, такой несет, что ему приходит в голову, то нет, на самом деле, то же самое говорят и другие. Например, известный полевой командир донецких боевиков Александр Ходоковский, о котором я тоже уже многократно рассказывал, которого тоже наверняка все мои постоянные зрители и подписчики прекрасно знают. Вот он то же самое рассказывает. Открытым текстом говорит, что у россиян нет трепетного отношения к промышленному потенциалу Мариуполя, и они фактически не собираются его беречь. То есть он им просто не нужен. Ну, знаете, разрушат и разрушат. Промышленные районы мы оставили на потом, в последнее время там концентрируется. Уже, собственно говоря, у нас нет такого трепетного отношения, как в 2014 году, к какому-то промышленному потенциалу Мариуполя или тому, что нам достанется. Это, собственно говоря, оценка даже экономического потенциала показывает, что, ну, наверное, как-то мы без этого проживем и справимся. Ну, понимаете, они без этого проживут. Ну, на самом деле, Ходоковский конкретно проживет. Тут сомнений никаких нет. Он еще с 2014 года столько на Донбассе награбил, что его детям еще хватит. А как проживут жители Мариуполя без градообразующего предприятия? Где они будут работать? Как вообще проживет Донбасс, который они разорили и сожгли? Они думают об этом? Ну, по-моему, ответ очевиден. Не думают, потому что они же даже не пытаются скрывать. Они даже не стесняются. Они открытым текстом говорят, что да, нам это все не надо. Мы это все разваляем. Они даже не пытаются имитировать, что они переживают за город, за людей, стараются как-то его беречь. И тут возникает один простой вопрос. Просто задайте его себе. Человек, который любит Донбасс, который является действительно защитником, который любит жителей Донбасса и пытается их как-то от чего-то спасти и защитить. Он может такое говорить? Он так может рассуждать? И ответ очевиден. Это не я придумываю. Вы сами себе можете дать этот ответ. Человек, который так рассуждает, он является врагом и оккупантом. Он мыслит как оккупант. Он ненавидит регион, ненавидит людей. Ему плевать, что там будет. Будет там завод, не будет. Будут развалины. Ему на это наплевать. Ему просто заплатили, он воюет и выполняет свою работу, уничтожая все вокруг. Его цель уничтожение. И вот это и есть правда. Правда про этих людей, которые нужно доносить до всех. Поэтому поделитесь этой информацией, друзья. Поделитесь обязательно этим видео. И подписывайтесь на канал. Потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине и на Донбассе.